Ты лети, крылатый ветер, над морями, над землёй, Отскажи мне всем на свете, про любимый город мой. Узнаваемая с первых строк песня «Легендарный Севастополь» откликается в сердце каждого, кто когда-либо слышал её. С просьбой написать произведение о городе-герое. Член военного совета Черноморского флота, вице-адмирал Николай Кулаков, обратился к композитору Вану Мурадели. А тот заказал стихи у поэта Петра Градова. Молодой автор написал стихотворение, воодушевившее композитора на создание бравурного марша. Впервые «Легендарный Севастополь» исполнили накануне Дня военно-морского флота в Доме офицеров для представителей командования членов военного совета личного состава. Всеобщая премьера состоялась с 17 октября 1954-го. В день столетия – начало первой героической обороны Севастополя и к десятой годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Приезжает сюда Вану Ильич Мурадели, поселяется в Херсонессе, там, где находилась база ансамбля Черноморского флота. Начинаются снова репетиции, снова эмиссары, посылаются не только в воинские части, но уже и на все предприятия города Севастополя, в разные организации, выбирают самых талантливых людей. И так постепенно набирается вот этот огромный хор. Ну, по разным источникам, от пяти до трех тысяч человек. 17 октября на стадионе Краснознаменного Черноморского флота собираются жители города. К тому времени многие уже наизусть знали слова песни. По воспоминаниям вот тех, кто там участвовал, день был совершенно весенний, солнечный, все празднично одеты. У людей было такое ощущение, что действительно лето и день военно-морского флота. Ну, и самый грандиозный концерт был как раз-таки на стадионе Краснознаменного Черноморского флота. Собирается туда большой сводный хор. Хором руководят три дирижера. Ансамблем дирижирует Нурадели, сводным хором дирижирует Боголепов, оркестром дирижирует Ветра. Севастопольский композитор Яков Машарский, знакомый с автором текста гимна, присутствовал на стадионе Краснознаменного Черноморского флота, когда весь город пел легендарный Севастополь. Мне Градов рассказывал, что Нурадели заказал многим поэтам. Но его в Нурадели остановила эта фраза «Легендарный Севастополь неприступен для врагов». И он остановился на этом варианте. Но когда Градов рассказывал, что когда он мне показывал эту песню, играл и бурлыкал, так я подумал, что эта песня не пойдет. Но когда он был на репетиции ансамбля Черноморского флота, и когда Боголепов показал торжество ансамбля с этой песней, он сказал, ну, это высший класс. И действительно, песня стала нужной, красивой, высоко патриотической песней. И мы рады, что у нас такой гимн. Официальным гимном города-героя «Легендарный Севастополь» стал в 1994-м. Многие годы эта песня сопровождает официальные торжества и народные гуляния. Однако в начале 2000-х представитель военно-морских сил Украины Мирослав Мамчак попытался переделать главную песню города. Это, конечно, вызвало громадное возмущение севастопольцев. И когда весь дошла до самого Градова, он тоже написал «Я не изменю в гимне ни строчки. Это наша история, это честь России». Конечно, украинская версия композиции не прижилась. Без легендарного Севастополя невозможно представить ни один праздник или торжество. И даже в Киеве восторгались исполнением всем стадионом акапелла-гимна перед футбольными матчами главной городской команды. «Чемпионик» Эта традиция живет и сейчас. Пусть болельщиков на трибунах стало меньше. Песня «Легендарный Севастополь» настолько точно отображает характер города и его жителей, что стала неотделимой частью истории. Звуки гимна сопровождали нас в русскую весну 2014-го. Под главную песню города люди сделали свой исторический выбор. «Легендарный Севастополь» И уже в новейшей истории севастопольцы не изменяют своим традициям. В октябре 2015-го впервые в истории города торжественно отметили День гимна. Одним из инициатором учреждения официального праздника стал композитор Яков Машарский. Я написал письмо, отдал законодательное собрание. Они почитали и утвердили. И 17 октября стал Днем гимна города Севастополя. Я, честно говоря, очень доволен, что эта песня стала главной песней города Севастополя. И приезжающие к нам артисты ансамбли всегда в порядке уважения к городу исполняют День города Севастополя. Под звуки легендарного Севастополя тысячи человек встречали первый поезд, связавший с северную и южную, культурную и патриотическую столицы России. День города Севастополя День города Севастополя Маргарита Борисенко, Александр Устич, Севинформбюро.